Будда в городе подкаст Дхарма военного времени Ну, давай я, наверное, тогда начинаю уже говорить Это наш второй с тобой разговор И сейчас я подумаю, как лучше-то Ну, ты живешь в Москве, ты преподаватель Преподаешь практику осознанности Преподаешь тай-чи, тай-дзи, цигун Практикуешь самоачай-буддизм Вот это как бы такая вот То, о чем мы говорили в прошлый раз Ну, я имею в виду, что какие-то твои Такие идентификации, которыми ты представилась И говорили-то мы вообще о жизни и о войне И о том, как мы через это все проходим Но вот, собственно, в контексте, в том числе, там, практики Ну, потому что мы оба расцениваем То, что мы делаем, нашу практику Вот, собственно, там, практику дзен или практику чань, например, да И все вот эти В твоем случае это цигун тай-дзи Мы расцениваем не как что-то отдельное от жизни А то, что как раз нас ведет по жизни То, что составляет основу нашего пути Поэтому этот контекст и важен Вот, но и мы решили продолжить диалог Просто вчера ты мне написал Это было в Телеграме А то, что ты прочитал статью в Медузе Где была, ну, такая Это не то, чтобы как бы социологическое исследование Это скорее такой журналистский разговор с людьми То есть просто человек Какое-то время потратил на то, чтобы встречаться с россиянами В разных городах И он расспрашивал их про отношение к войне И вот, собственно, людей В основном тех, которые как-то поддерживают войну Вот, и, соответственно, у тебя возник какой-то внутренний, естественно, отклик Как у многих, кто читал этот материал Я тоже читал его Ну, мы решили как-то обсудить вообще все И давай поговорим Вот, может быть, тогда Раз ты начала это Ты написала мне Может быть, ты расскажи о каком-то своем процессе Потому что ты написал и про свои личные переживания И про то, как твой учитель Вот этот чайнический учитель Что-то говорит Про такого рода переживания И дальше просто пойдем Как-то наш разговор Наш диалог Да, ну тут понятно, что все в разных условиях И те, кто нас слушают Там совершенно в разных городах Ситуациях находится Ну, я как бы о своей только могу ситуации Говорить Она, конечно Ну, как-то я в Москве И в Москве действительно люди Думают по-разному В том числе в моем окружении Люди думают по-разному То есть Та статья, о которой Ты сказал, ты дуй же Да, люди вот Думают так Да, и с ними как-то Мы тут волей-неволей взаимодействуем И это для меня очень сложный такой Какой-то вот кусочек Этих месяцев Потому что Ну, знаешь как Это не какое-то такое Не знаю, условное Зло или не зло Что вот есть какие-то другие люди Которые как-то по-другому думают Они там где-то Вот они не где-то Они очень рядом Рядом Иногда совсем рядом И это Ну, это значит разделять Какую-то такую Есть человек Да, есть его взгляды И взгляды Откуда-то взялись На чем-то основано Там есть какая-то За этим система Предыдущая Сложенная Вот И Ну, для меня это очень сложно То есть Я когда там Узнаю Что кто-то из близких Достаточно людей Как-то, знаешь Мы так не обсуждаем Это прямо Практически ни с кем То есть Прямо обсуждаем Только с теми С кем известно Что точка среди Одинаковая Ну, или близка К одинаковой Так в основном Об этом не принято говорить Потому что Ну, как говорить Непонятно Пока все-то слишком Так Слишком бурно Слишком активно Вот Но если так случается Что я как-то По косвенным признакам Узнаю Или вижу Что У человека С которым я общаюсь Другая точка зрения Это дальше, конечно, очень сложно Но мне внутри Потому что я не хочу И, наверное, это не выход Контакт сразу разрывать Или что-то такое Но я не думаю Что это выход Скорее наоборот Опять будет приводить К разделению В каком-то Еще больше Такой войне Да Вот Внутренней С людьми Вот я не думаю Что это хороший выход Поэтому я, наверное, Для себя еще способы Ну, вот Такого-то Такого Понимания, что ли Как это Как это устроено Как это Точка зрения устроена Вот Но при этом Опять же Поскольку напрямую Часто об этом Говорить невозможно Ну, например Для меня С людьми Вторая Другая точка зрения То это такое Я, в общем-то Сама такого исследования Не провожу Как они думают Почему они так думают Там их потом Отстанет возможность Сейчас пока Я не могу Вот Но действительно Вот эта статья Там, где человек Поговорил С какими-то людьми Конечно Это не весь спектр Но С теми к системе Кто как-то Это поддерживает Ну, а мне Да Мне это вызывает Желание Разобраться Как устроено Да Эти мнения Различно И я думаю Почему Наверное Потому что Это в каком-то смысле Ну, как Угрожает Моей Такой Определенность Взглядов Да То есть, конечно Очень хотелось бы Чтобы мир был проще В смысле Отчетко понятные Какие-то Изначальные постулаты В которых все Дальше выводится Как в точных науках И дальше Можно было бы Узнать Заметить Где люди перестали Где начинается Расхождение Где кто-то Начинает Там неправильно Доказывать Какие-то Уреждения Логические Здесь так Похож не получается Потому что Ну, где эти корни Лежат Сложно сказать Я думаю Что они еще Глубоко Вот Но, да Меня это Вот как-то Волнует Мне бы хотелось Какой-то здесь Ну, вот Определенности Чтобы можно было Точно Заметить Что вот Да Вот здесь Конкретно В этом месте Взгляды Начинают расходиться Это вызван Какими-то причинами Вот Чтобы это было Более понятно Но На самом деле Это не очень Понятно Потому что У каждого Наверное Стоит какой-то Исторический процесс Там Какой процесс Исторический Исторический Да То есть Люди исторически Как-то думали Что-то поддерживали Что-то не поддерживали Сейчас какая-то Картина мира Вот И действительно Эти картины Просто разные Ну В какой-то части То есть То, что вот Не во всех же частях Они разные То есть Это люди С которыми мы общались Там Друзья Родственники Да Иногда То есть Какая-то Часть картин мира У нас общая Вот В каком-то месте Она начинает Отключаться Как-то все уместить Да Вот Вот это Наверное Забоюсь Как-то уместить В один мир Который единый На самом деле И как Ты Что ты делаешь Как ты С этим Справляешься Ну Не знаю Насколько Я с этим Справляюсь Или нет Наверное Сейчас лучше Чем назад Наверное Не наверное А точно лучше Вот Наверное Не полностью Я как-то Вот Вспоминаю Про вот эту Единую Природу Про это С тобой Тот раз Тоже Вы поговорили Все-таки Буддийский Путин Очень про единство Всего И Ну вот Видеть За этими Взглядами За Всей Сложной Цепочкой Там Мировоззрение Каких-то Может Официальностей Где-то Разных Просто Сложившихся Условий Кричин Там Ну Каких-то Травм Устровского Которые Побуждают Людей Чувствовать Или Не Чувствовать Вот За всем этим Ну Видеть Или По крайней мере Знать О том Что есть Единая Природа Людей Вообще Живых Существ Она Одинаковая Ну Куддизм Так Мы В это Верим Да Можно Сказать Вот Наверное Вот это То Что Есть Все равно Что-то Что Объединяет Каким Бы Все Не Было Разделяющим Внешне Внешне Ужасным Ну Вот Где-то Там Еще Есть Что-то Что Объединяет Есть Что-то Что Общее А Вот Это Все Оно Немножко Внешне Вызванное Чем-то Мы Не Всегда Знаем Чем Никогда Не Знаем Чем До Ты 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 Вспоминаешь Про Это Единство То Что Это Как-то Отражается На твоем Поведении На твоем Взаимодействии С этими Людьми Вот С кем Твоя Точка Зрени Не Совпадает Твое Отношение К войне Там Ну К любой Другу Ну Вот Сейчас Конкретно Это Война Но Это В принципе Мы По жизни Все время Встречаемся С Зрением Зрение Сейчас Это Так Речь Идет О жизни И смерти Буквально И поэтому Она Заряжена Так Сильно Вот А Так То По жизни Это Всегда Происходит Но Вот И Если Ты Возвращаешься К этой Основе Своей То Это Как-то Меняет Твое Взаимодействие С этими Людьми Да Я Сейчас Моя Сейчас Способ Взаимодействия Это На лакерах Не вступают Никакие споры То есть Я не думаю Что это Имеет Какой-то Смысл Сейчас Вот Поэтому Я не спорю Не пытаюсь Никуда Кажется Это внутреннее Тожелание Возникает Я Вот Слеживаю Ну Вот Прям Знаешь Это Второй Яд Из Трех Ядов Буддизма Второй Яд Это Какой-то Ну Гнев Отвращение Слайн Оттолкнуть Или Поспорить Да Доказать Что Это Это Неправильно Это Правильно Такое Возникает Я это Чувствую Ну Собственно Я это Знаю Что Это Одно Из Замрачений Зайден Ядов Буддизме Поэтому Когда Я Замечаю Ну Я Вспоминаю Что Это Именно Это Что Не Надо Давать Там Прямой Выход Вот Дальше Вспоминаю Про Этую Единую Природу И Дальше Не Поднимаю Эту Тему Не Спорю А Стараюсь Ну Как-то Ну Собственно Разговоров И Нет Просто Поддерживайте Отношения В других Плоскостях В жизни Которые Есть И Так Чтобы Это Было Максимально Ну Продуктивно Для тех Там Процессов Для тех Дел Взаимоотношения Если Я могу Как-то Помочь Ну Природственникам Да Я помогаю Обязательно Что-то Думают Вот Ну И Какие-то Еще Другие Контакты Примерно Так же Вот Ну Это Да Мой Способ Не 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 Думаю Что Для Всех Правильно Или Нет Не Знаю Я Сейчас Делаю Так Вот Ты Просто Я Сейчас Открыл Наш С тобой Этот Разговор Ты Там Написал Мне Очень Хочется Разобраться Как И Почему Происходят Такие Безумные Жестокие Картины Мира Как Это Возникает В каком Месте Аксиома Ну Вот Мы Просто В прошлом Нашем С тобой В таком Разговоре Здесь В зуме Ты Упоминала Про это Что В математике Все Гораздо Проще Чем В жизни Потому Что Есть Аксиома На которые Можем Опираться Все 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 Математики И Разделяя И Дальше Все Вычисления Которые Нужно Доказывать Мы Строим На этих Опорах Аксиома Которые Не Требуют Доказательства А Здесь Вопрос Возникает Что Почему Так Ну Аксиомы Отличаются И Тогда Теоремы Получается Что Они Каждый Начинает Доказывать Свои Теоремы Исходя Из Ких Разных Этих Точек Но И Ты Как-то Для Себя Это Понимаешь В смысле Ты Для Себя Находишь Какие Ответы Здесь Почему И Как Это Так Происходит Вряд ли Тут Есть Какие Ответы Это Так Происходит И Ну Тут Знаешь Как Ответ Такой Что Так Происходит Действительно То Это Такая Идеальная Мир Которую Хотелось Иметь И Может Она У меня Была Раньше Более Такой Мир Более Простой Ну Да До Этих Двух Месяцев Мир Был Более Простой Ну В плане Восприятия Казалось Что Все Так Более Понятно Все Вот Сейчас Очень Сложный В плане Отношений Но Это Опять Для Нас Так Сейчас Для Меня Так А Вообще Это Было Всегда Это Не То Что Всегда Так Было Мы С С Очень Близко Вот Ответы Ну А К Чем Разные Даже Знаешь Как тут Очень Сложно Да Все Люди Не Доходят Мне Кажется Очень Часто То Если Там У человека Спросить Какие У него Ценности На что На самом Деле Глубоко Глубоко Опирается Я Предполагаю Что Очень Многие Люди Об этом Не Думают Не Задумываются Или Не Доходят До Конца Ну То Есть Какие Это Может Быть Такие Супер Базовые Ориентиры Может Часто Они Навязаны Там Чем Таким А Вот Там Если Глубже Смотреть Что Там На самом Деле Внутри Я Предполагаю Что Достаточно Большая Если Не Большая Часть Людей Ну Как бы Об Этому Не Думает Не Формулирует Это И Это Как Раз Чувствует Да Как Понимает Какое Своё Внутреннее Устройство Как Там Это Все И Поэтому Если Все Непонятно Какие Тогда Непонятно Какие Следствия Потому Что Мы Не Знаем На Что Мы Опираемся Если Мы Говорим С Буддир Примерно Понимаем И То В Буддизме Есть Разные Ветки Кто Больше Акцент На Дно Дело Но Все Так Если Мы Знаем Что Два Человека Три Четыре Человека Считают Себя Последователем Буддизма Наверное Мы Могем Сказать Что Какие Базовые Штуки Будут Общими А Если Человек Просто Живет Он Никогда Об этом Не Думал Тогда Он Не Знает Какие У Него Эти Аксиомы И Соответственно Когда Ей Совершенно Непонятно Невозможно Выставить Эту Цепочку Какие Доказательства На Что Они Опираются Потому Потому Он Он Сам Не Знает Что Вот Поэтому Это Не Получается Так Просто Делать У меня Вот Здесь Что Мне Важно Именно Буддизме Лично Мне Важно Что Даже Не Не Те Этические Опоры Которые Там Как Заложены Кем То Опять Создателями Буддизма Будды И Учителями Последователями Они Сказали Что Ребята Это Важно Эти Ценности Они Буддистские И Давайте Их Возьм За основу Если Вы Называете Буддистом То Вы И Должны Опираться На Них Для Меня Такой Подход Буддизму Он Конечно Он Может Давать Опоры Людям Которым Сложно По жизни Вот Он Говорит Что Это Правильно И Следуйте Этому Теперь Это В общем Как бы Ситуация Любой Религии Которые Действительно Она Как бы Предлагает Уже Готовые Аксиомы Она Говорит Что Иногда Она Это Объясняет Как Может Логически Объясняет Чем Рационально Объясняет Или Объясняет Там Этим Что Вот Это Все Ну Как Б Послано Вам Сверху Спущено Из Верхних Инстенций Поэтому Просто Слушайте Заповеди Заповеди Вот Они Они Дадены Вам Поэтому Опирайтесь На Них Для Многих Людей Это Важно Я Понимаю Но Вот Мне Лично Это Не Подходит Точно Ну Как Бы Потому Что Я Так Анархист По Сути То есть Я Вот Но Причем Для Меня Основное Послание Буддизма И В общем Наверное Любов Духовные Духовные Практики Именно Как Практики Не Религии Как Догматической Где Мне Даются И Какие Ценностные Основания Этические Основания А Где Есть Путь Исследования Самоисследований Ну Вот Собственно Поэтому Для Меня Буддизм Это Как Раз То О чем Ты Говоришь Это Способ Это Способ Это Способ Именно Способ Всматриваться Вот Куда Туда Вот Как Раз А Способ Узнавания Какие Мои Аксиомы Вот Они Откуда Там Как Они Там Оказались А Что Это Такое Вообще За Аксиомы А На Чем Я Основываюсь Вот Если Ну Знаешь Я У меня Просто Ну Вот Вчера С моим Другом Саша Киршоном Тоже Разговаривали Про Тоже Идентичности Вот Я Еще Пока Ну Понятно Что Не успел Выпустить Этот Разговор Говорили мы Про Идентичности И Вот Я Вспомнил Мы С ним Ну Давно Дружим Уже Там 30 лет И мы Начинали С такой Программы У нас Был Discovery Там Вот Тренинговые Программы У нас Была Целая Команда Там И Там У нас Был Такой Процесс Ну Он Там Был Связан С Изменен Состоянием Сознанием Там Дышали Глубоко Интенсивно Ну Такого Ребюфинга Такого Дыхания Там Музыка Такая Интенсивная Ну В общем Много Там Всего Было Такая Навороченная В смысле Навороченный Процесс Я имею Ввиду Что Он Непростой Как Сидеть И Наблюдать Что Происходит А там Было Много Связано И С Эмоциями И Прохождение Сквозь Эмоции И Такой Телесной Энергии Вот И Ну И За счет Групповой Энергии Там Много Всего Происходило Да Ну И Там Еще Был Какой Такой Сюжет Еще В этом Процессе Что Мы Приближались Там К Переживанию Смерти Ну Вот Сколько Мы Можем В Фантазии Там Но Так Как В Измененном Состоянии Сознания Все Происходило То Как Это Переживалось Ярко То Это Не Просто Как Глубоко И Сильно Эмоционально Заряжено Это Было Так Вот В этом Приближении К смерти Там Звучали Такие Вопросы Вот Если Ну При Приближении К смерти Я Перестаю Быть Там Скажем Психологом Там Врачом Преподавателем Практики Осознанности Преподавателем Тайдзи И Перестаю Быть Практиком Определенной Религиозной Школы Как Идентичность Именно Да Вот Я Буддист Я Чайм Буддизм Я Дзен Буддист И Перестаю Быть Мужчиной Или Женщиной Даже В эти Моменты Потому Что Перестает Быть Важным Ну Что Ты Женщина Я Мужчина Мы С тобой Можем Строить Флирт Например Этот Контекст Будет Актуализирован Я Перестаю Быть Человеком Определенного Возраста Я Перестаю Быть Этими Всеми Важными Идентичностями Которые В жизни В тех Илиных Контекстах Выступают На Передний План И Тогда Кто Я Да Кто Я Вот Стоюсь Вот Этот Голый Человек Вот Сидим Перед Лицом Смерти Это Часто Становится Очень Видимым Тогда Кто Ж Я Голый Человек Когда Все Идентичности Как Одежки Слетают С Меня Просто Ну Или Как Они Они Станутся Незначимы Я по-прежнему Нахожусь В мужском Теле Вот Такого-то Возраста Я по-прежнему У меня есть Там Это Профессия Я по-прежнему У меня Определенная Национальность Я по-прежнему Говорю На каком-то Языке Все это Есть Но Все это Перестает Быть Значимым Перед Лицом Того Что Это Сейчас Вообще Все Исчезнет И Вообще Не имеет Уже Не имеет Смысла Тогда Кто Я Аксиомы Самое Глубинное Что же Вот Если Я Это Может быть У меня И сказать Про это Нечего Слов Там Нет Никаких Но у меня Есть Может быть Переживание Переживание Бытия Чувство Бытия И вот Тогда Может быть Из этой Основы Родится И какая-то Такая Своя Этика Что Этика Ну вот Опять Когда мы Говорим Вот у людей Как Мне кажется Вот Ну вот В этой Статье Там И во всех Этих Сейчас Исследованиях Когда Возникают Эти Непонимания Ну как Человек Может Так думать Вообще Вот Что Не знаю Но Мы можем Увидеть Там Как Мне кажется Вот То Что Я вижу За За Этой Путаницей Логической Там Какой-то Да Потому что Там Конкретно В этой Статье Показано Насколько Запутана Собственно Сама Эта История Которая Человек Пытается Описать Свою Позицию В любом случае Он погружает Себя В какую-то Историю Она Зачастую Абсолютно Нелогична То есть Она как-то Противоречит Самой Себе Но Ему Как бы Ну как бы Вроде Как нормально С этим Но То Что Я Вижу В этом Во всем Это Во многом Опора На Этику Справедливости Да Ведь Мы можем Этические Основания У человека По-разному Ну как На что Люди Опираются Вот Справедливо Или Несправедливо Да Вот Что Что Происходит И тогда Какое-то Действие Даже Если Оно Сейчас Вот Скажем Ну вот Агрессивное Действие Да Но Это чаще Все Объясняется А потому Что С нами Несправедливо Обошлись Вот Это Чувство Несправедливости Причем Как бы Опять же Здесь Очень Ну важно Что Очень Часто Оно Происходит Вообще Из чувства Несправедливости Что Вообще Со мной Жизнь Несправедливо Обошлась Как-то Да Может Быть По сути Это Ну вот Там У многих Как раз Там Россиян У них Чувство Несправедливости Из-за чего Что Они Видят Вокруг Что Там Их Собственное Правительство С ними В общем-то Обращается Не совсем Справедливо Там Что Там Например Ну Большое Большое Чувство Неравенства Вот Особенно После Советского Союза Где Ну как-то При всей Там При всех Минусах Советской Жизни Я Жил В Советском Союзе Так Вот Нормально Ну как-то Пожил Помню Все Да Но там Вот это Было Чувство Что Ну мы Как-то Все Более Менее Равны Здесь Ну как Меним Вот В каком-то Таком Наш Материальном Положении Понимаешь Там Не было Очень Большой Разницы Не было Совсем Там Нищих Каких-то И Каких-то Запредельно Богатых Людей Вот Такое Вот Это Просто Это Ну как бы Этого Не было Видно То есть Понятно Что Люди Разные В любом Случае И Всегда И По материальным Отношениям Но Вот Какой-то Колоссальный Вот Этой Именно Колоссальной Разницы В материальном Положении Ее не было И А потом Она возникла Ну просто На глазах Да Какие-то Люди Которые Просто Они Вот Действительно Практически Нищие Там Ну сколько Там Эти Пенсии У этих Пенсионеров Там Какие-то Мизерные Зарплаты И тут же Там Люди Видят На этих Улицах Там Все эти Лексусы Какие-то Все И Вот это Вот Что Несправедливее Вообще Жизнь Обошлась Тогда Нужно Найти Ну как Крайнего Какого-то И тогда Этим Крайним Вот Уже Могут Стать Потому что Очень часто Такое Ну как Я Не могу Взять И Изменить Это Еще И Позиция Такого Когда Я Такой Малый Сирый Я Не могу Изменить Общую Ситуацию Но Важно Найти Крайнего И Тогда Вот Там Я Сам Себе Каким-то Образом Объясню Вот Кто Какие-то Либералы Когда-то Которые Разрушили Ту самую Великую Страну Которая Когда-то Меня Защищала И где Все Были Равны Типа Почему Потому что Сейчас Очень много Людей Старшего Поколения Тем Кто Даже Старше Меня За 60 Если Процентном Отношении Именно Они Основные Такие Защитники Этого Так Назваемой Военной Операции Потому что Собственно Они Помнят То Время Как Другое А потом Когда Жизнь Начала Рассыпаться Когда Жизнь Обошлась Нем Несправедливой Тогда Вот Этот Крайний Может Быть В виде Каких-то Либералов Которые С ними Плохо Обошлись В виде Какого-то Запада Который Победил Советский Союз И Теперь Этот Запад Продолжает Гадить И Мы Воюем Не с Украинцами На самом деле А мы Воюем С этим С НАТО Западом Эта История Может По большому счету Какой угодно И Во многом Как мне кажется В основе Если уж Говорить О каких-то Основаниях Этических Аксиомах Мне кажется Там Чувство Несправедливости А потом Если Несправедливости Дальше Происходят Действия И Какое-то Доказательство Это Через Теоремы Вот Но Как ты Сказала Что Так как Люди Не склонны Всматриваться Во всю Эту Цепочку Своих Собственно Во всю Эту Историю И В основании Этого То Бывает Ну Как бы Тогда Сложно Совпадать С другими Потому Что Вроде Бы Не говорят Но Когда Им Задаешь Прям Вопрос Понимаете Что Люди Погибают Это Жаль Конечно Но Мы же Воюем Не с ними И Как Это Все Если Бы Не Мы Напали То Они Напали И Я Очень Согласен С тобой Что На уровне Истории Здесь Наверное Невозможно Ну Как-то Перестроить Это Переубедить Это Вот Может быть Здесь Имеет Смысл Как Я не знаю Как Обращаться Вот К То Что Во всяком Случай Для Меня Важно И То Что Я Пытаюсь Делать Хотя У меня Конечно Гораздо Меньше Сейчас Реального Соприкосновения Вот С Таким Людьми Потому Что Ну Как Физически Я Далеко Мой Круг Все Таки Людей Разделяющих Со мной Ценности И Поэтому Я Очень Мало Соприкасаюсь Там С Некоторым Родственникам Только Но Мне Здесь Важно Как раз Обращаться В первую Чередь К Тому Самому Этому Режиму Бытия В первую Часть В себе Чувствовать Вот Окей Вот Если Я Остаюсь Голый Без Своих Социальных Адентичностей И Передо мной Тоже Другой Человек Под Под Всеми Его Одежками Или Ее Тоже Человек Голый Там Находится Вот Голый В смысле Экзистенциальном Своем И Если Я Так Вот Своего Голого Состояния Смотрю На Него Как На Голого То Тогда Ну В первую Очередь У меня Возникает Там Другое Переживание Помимо Всех Этих Историй В том Числе Помимо Справедливости Или Несправедливости Потому Что Ну Я То Внутри Знаю Что Жизнь Она Как Бы Не Игра Этого Тигра Справедливости Или Несправедливости То есть Что Это Наша Человеческая Такое Вот Социальная Очень Да Как раз Справедливость Несправедливость А Жизнь Вот Как Бытие Я Там Не Вижу Этого Качества Справедливости Несправедливости Там Другие Общают Какие Законы Самой Быть Истинной Основе Какой-то Там Нет Этого А Что Есть Тогда Для Мне Важно Что Остается Ну Вот Как Прошлый Раз Ты Говорил Об О том Что Если Там Буддизм Опирается На Эту Истину Острадание Да Что Остается Например Острадание И Нежелание Что Я Не Хочу Страдать Вот И Точно Так же Скорее Вот Все Так Основа Это Само Бытие Само Переживание Бытие Что Что Такое Для Меня Переживание Как Я Чувствую Как Я Переживаю И Если Из-за Этой Точки Я Начинаю Говорить С Этим Человеком То Бывает Что Как Меню У У Появляется Какой-то Шанс Услышать Друг Друга На Каком-то Уровне И Потом Из-за Этого Может Что-то Родится Как Шанс Как Шанс Какой-то Общности И Даже Может Быть Удастся Но Обратить Внимание Этого Человека На Какой-то На Вот Это Например Его Противоречивость Его Истории Которая Вытекает Из Этого То Если Через Мой Контакт Бытием Мне Удается Этого Человека Перевести На Этот Его Контакт С Его Бытием И На Наш Какой-то Встрече Двух Эти Бытий Бытий Ставаний То Там Появляется Шанс Что Вот Если Мы Нащупываем Общую Аксиому Именно В Переживании В Таком Текущем Появляется Шанс Из Этого Выстроить Какую-то Общую Историю Но Это Конечно Очень Сложный Такой Но Смыть Что Вот Тут Надо Вспомнить Самому Не Смолнив Вот Как Ты Горешь Что Возникает Сразу Спорщик Внутренний Так Ну Сейчас Нужно Его Нужно Его Загнать В какую-то Свою Историю Срочно О том Что-то Выбился Да Это Конечно Сложный Здесь Собственно Сама Осознанственно Помогает Все-таки Вспоминать А я Что Я Где Сейчас Я Сам В какой Историю Сейчас В Историю Попал Мне кажется Тут Очень То Что Ты Говоришь Расправду Присутствие Бытийность Очень Для меня Перекликается С тем Что Ну Такое Внимание Собственно К твоим Ощущениям Внимание Потому что Прямо сейчас Происходит Не каким-то Идеям Таким Вот Это же Всегда Очень На уровне Идеи Даже В этой Статье Фурналист Спрашивает А что Вы чувствуете А человек Говорит И лозун Какой-нибудь Сразу То есть Это Очень Большой Разрыв Между Чувствовать И Какой-то Просто Концепция В голове И это Сейчас Очень Очень Много Ну Вообще Люди Очень Много Думают Очень Много Информации Очень Много Таких Мыслительных Штук Ну А часто Реальность Она Как-то По-другому Выражается Вообще Проявляется Она Во вкусе Чая Касание Вот тут Как-то Есть Прикосновение Что-то У нее Вес Какой-то Есть Это Не идея Это Правда То Что Есть И Здесь Как раз Наши Практики Все То есть Интересные И Какие-то Просто Практики Осознанности Медитации Что-то Делать Вот Я В этом Вижу Глобальную Глобальную Дорогу Потому Что Поменять Вгляды Ну вот Человека Который Там Долго Долго Слушал Телевизор Или Просто Он Так По-другому Думает Ну Не знаю То есть Мне кажется Ну Иногда Возможно Наверное Не то Что Вообще Никогда Невозможно Но В целом Это Прям Очень Сложно Потому Что Это Как Разные Картины Мира Они Думают Что Мы Ненормальные Естественно Что Что Такое Нам Кажется То же самое Думают Про нас Ровно То же Самое Что Это Вот У нас Ненормальные Картины Мира У них Нормальные Это Очень Такой Понятный Процесс Он С двух Сторон Идет Вот Но Вот Если Глобально Так Смотреть Как Будущее Мне Кажется Что Действительно То Что Объединяет Это То Что Мы По-настоящему Можем Переживать И Чувствовать Чувствовать Там Вкус Чувствовать То Что Происходит Я Думаю Что Через Это Можно Как Бот Куда То Общим Общим Переживанием Постепенно Добираться И Ну Ты еще Говорила Что Будет Мы Там Не Только Какие-то Догмы Действительно Про Бридизм Говорят Что Это Не Религия В Которую Там Надо Верить Это Практическое Что Очень Религия Практики Ну И Вообще Дах Не Религия Могин Скажем Учение Где Мы На Практике Можно Как-то Находить Что-то Обнаруживать И Ну Это Так Есть То Есть Для Меня Это Так Есть Я Именно В Практике Через Какие-то Такие Контакты С С С С С Мне Это Единство Как-то Начинаю Чувствовать Иногда И Вот Эта Пустота Пустота То Что В основе Это Даже Не Логика Даже Не Какие-то Логические Построения Что-то Что-то Единое Что Не Разделяется Больше Оно Везде Одинаково У всех Но Это На Практике Это Как Идея Тоже Довольно Может быть Хорошая идея Но Если Это Не Чувствуешь Что Просто Идея Вот Поэтому Для меня Способ И свой И Как-то В целом Мне кажется То Что Людям Надо Это Чувствовать Учиться Чувствовать И Очень Часто Здесь Умеет Смысл Начинать С тела То есть Мой Учитель Очень Часто Практически Всегда Говорит Что Начинать Надо С тела И Ну И Вот В Китайской Версии Шалине Шалине Чайм Буддистский Монастырь В Китае Там К тому Начало Как-то Так Пошло Время Хитхарма Еще Что Вместе Работа С телом И Какая-то Практика Работа С духом Да И Вмом Они Вот Вместе Обязательно Нельзя Только Сидеть Как бы Ничего Не делать Надо Что-то Делать И В жизни Что-то Делать И Замечать Ощущение Телесное Совсем Недавно Мастер Хэнгин Мой Чисто Скал Что В разговоре Что Если Ты Не можешь Тело Расслабить Как Ты Можешь Мысли Расслабить Это Нам Сложнее Расслабить Мышли Чем Расслабить Мышцы Тела Если Мы Не Можем Почувствовать Что Мы Напряжены Телесные Или Если Нам Говорят Что Ты Борежон Мы Ничего Не Можем С этим Сделать Мы Не Управляем Своим Телом Своим Умом Тем Более Мы Не Управляем Слошнее Поэтому Часто Особенно Если Человек Не Привык Чувствовать И Иногда Не Понимает Что Это Значит Часто Начинает Каких Телесных Штук Замечать Чем-то Занимался Психическим Каким-то Какой-то Видом Практики Там Не знаю Что Что И Что Подходит И Вот Постепенно Через Тело Чувствую Тело Чувствую Где Больно Где Напряженно Где Расслаблено Где Сжато Где Открыто Где Закрыто И Вот Постепенно Потом Чувствую Дыхание Да Потом Потом Уже Чувствовать Что Ага Эмоции Связаны С этим Вот Это Желание Спорить Спротивляться Желание Доказать Что Оно Как-то Тоже Тут Возникает Напряжение Возникает Ага Могу Расслабить Окей Может Могу Вот Но Это Какая-то Более-менее Понятная Дорога Потому Что Знаешь Ты Говоришь Об Этих Переживаниях Ну Как Смерти Да Каких-то Процессах И Это Наверняка Очень Мощная Штука Но Это Такое Ну Понятно Не Для Всех То Это Специальный Процесс Который Не Все Кто-то С этим Сталкивается В жизни Какие-нибудь Катастрофы Или Что-нибудь Такое Кто-то Специально С помощью Таких Тренингов Специальных Состояний Но В целом Это Не Для Всех А Как Вот Остальным Что Как Потихонечку Потихонечку Как Вот Большего Контакта С этой Реальностью Чувствовать Чтобы Мне все-таки Кажется Что Ну Действительно Если человек Чувствует То Ну Намного Будет Сложнее Поддаться На Какие-то Там Ну Пропаганду Туфы Да Потому Что Ну Как-то Не Соотносится С Другим Когда Чувствуешь Что Не Соотносится И Соответственно Чувствовать Вот Эту Боль Других Тоже Это Как-то Связано Если Я Не Чувствую Себя То Тогда И Других Я Не Чувствую Просто Как Закрыто Думаю 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 Ничего Чувствую Вот Поэтому Чтобы Больше Эти Возможности Разделять Чувствовать Мир Это Происходит Наверное Начинать Надо Себя То есть Чувствовать Контакт Собой Больше Тут Проблема Просто В том Что А почему Собственно Люди Не Чувствуют Вот Почему Действительно В этих В этой Статье Там Это Часто Повторяется Что Когда Человек Спрашивает А что Вы чувствуете По поводу Этого Они Начинают Действительно Говорить Лозунги Ну Которые Это Не ответ На вопрос Что Я Чувствую Это Вопрос О том Что Даже Не Я Думаю А то Что Я Где-то Услышал И Вот Я Надел Это Себе Потому Что Это Защищает Как Раз От Чувства Непосредственного А А почему Чувствовать Ну Во-первых Как Сказал Что Не Приучены Как Никто Никогда Этому Не Учил Ну Там Широкие Массы Населения А во-вторых Чувствовать Это Больно А почему Собственно То есть Как Вот Цепочка Вопросов Окей А почему Нас Не Учат Чувствовать А потому Что Те Кто Кто Мог Учить Чему То Они Точно Так Ж Стараются Не Чувствовать А почему Они Стараются Не Чувствовать А потому Что Это Несправедливость Например И если Жизнь Ко Мне Повернулась Таким Образом Что Обошлась Со мной Несправедливо И это На очень Многих Уровнях На каких-то Бистанциальных Там Да И Особенно Если Ну вот Сейчас Такая Тема Перед Войной Большой Такой Был Дискурс Причем Не только В каких-то Этих Замкнутых Кругах Психологических А он Начинал Выходить В мейнстрим Фактически Дискурс О травме Да Вот Какая-то Стала Такая Популяризация Психологии Такая Даже Психологизация Жизни Вообще В целом Соответственно Там Слово Травма Оно Стало Уже Таким Ну Во-первых Просто Известным Во-вторых Там Часто Как раз По травме Уже Имелся Ввиду Вообще Все Что угодно То есть Но В целом Вот эта Идея Что Опыт Жизни Травматичный В целом И Соответственно Когда мы Говорим О том Что Хорошо Бы Почувствовать Что-то То мы Начинаем Чувствовать Всего Себя Включая Вот Свои Воспоминания Травматичные Которые Когда-то Были Включая Детство Детство И прочие Какие-то Ситуации Жизненные Когда Нам Было Больно И Эта Боль Осталась По-прежнему Живет У нас И Поэтому Если Вот Человека Ну вот Сейчас Опять же Говорят Там В политическом Смысле Там Об Основной Эмоции Людей Собственно Российских Как это Рессентимент Такое Тоже Популярное Слово То есть Вот Эта Обида На Несправедливое Обращение Но Опять же Эта Обида Она Может Быть Ну Точно Там Не на Украинцев Да Но Вот Как Оно Потом Как Оно Потом В Какую Историю Вылилось Вот Эта История Уже Она Как бы Получается Защищает Человека От Чувства От Переживания Потому Что Дойти Больно И Ну И Мы Там Из Психологии Там Знаем Что Практически Ну Из Узнаем Что Практически За Любой Там Агрессией Лежит Какая-то Боль Лежит Страх Фактически Что Получается Что Если Человек Нападает На Кого То Он Хочет Там Чув Чем Хочет Защитить Что-то Или Себя Там Или Кого-то Еще Просто Бывает Что Что Этот Страх В общем-то Ложный Бывает Ну Или Вот Ну Как Знаешь У меня Простая Ситуация Вот Я Как Такая Совсем Простая Но Но Очень Наглядная Как Ты Гулял По Городку По своему И А там Кошки Ну Там Кошки Разные Вот Я Иду Одна Кошка Лежит На Крыличке Дома И Видно Что Жизнь У нее Хорошая Вот Жизнь С ней Хорошо Обошлась Что Она Вот Так Вот Вальяжно Там Валяется У меня Тут Даже Бантик На шее Завязан Все Такая Белая Я К ней Подхожу А она Не Убегает Ничего То есть Она Так Меня Подпустил Какого-то Незнакомого Мужика Представляешь Подпустил К себе Далась Погладить Живот Мне Подставила Живот Подставить Живот Это Вообще Предельный Уровень Доверия Какому-то Проходим Вообще Действительно Я мимо Проходил Окей Кошка Что она Она Получила Для себя Ну как Лишнюю Возможность Поглажки Какого-то Удовольствия Я Получил Вот Мы Как-то Разделили Оба Удовольствия Через Такой Приятный Контакт Иду Дальше Смотрю Из-под Машины Торчат Ноги Кота Ноги Кота Торчат Видимо Там Чинил Машин Ну В общем Услышав Приближение Моих Шагов Он Сразу Значит И Туда И Весь Сюда Под Машину Спрятался Я Ему Ничего Не Сделал Я Мимо Шел Мимо Шел Но У этого Кота Судя По Реакции Была Другая Жизнь Которая С ним Видимо Не Очень Хорошо Обходилась И Всякие Значит Лысые Проходимцы Их Могли Его Могли Пинать Там Или Что То Его Там Пугать Как То То У Него Уже Заложено В нем Это Недоверие Жизни Тотальное И Другим Лучше Подальше Держаться Но Тогда Что Получается Он Упускает Возможность Контакта Он Упускает Возможности Какие Либо Потому Что Возможность Возникает Через Контакт Собственно У той Кошки Первой Белой Она Использовала Возможность Получить Удовольствие А Второй Он Как бы Упустил Эта Возможность Потому Что Вот Он Бежал Вот А потом Иду Я Третий Кот Не Встретился Вот Он Буддист Видимо Он Как Меня И Не Это Не Сразу Принял Что Там Живот Не Подставлять Но И Не Убегал И Любопытство Проявлял Я Ему Почему-то Показался Интересным Ну А он Мне Соответственно И Вот Мы Друг 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 Устроили Там Пляску Подходим Чуть Ближе Потом Останавливаемся Так Нормально Вроде бы Еще Ближе Еще В общем В итоге Через Какое-то Время Мы С ним Познакомились Он Допустил Меня До Поглажки То есть Я Погладил Живот Он Не Открыл Но Как Был Хотя Был Ну Вот Можно Было Предположить Четвертого Какого-нибудь Кота Который Не Убегал А Который Прыгнул На Меня Ну Как Был Наоборот Тоже Из Страха Своего Ну На Всякий Случай Я Ему Сейчас Всю Морду Обдеру Всю Увысину Это Как А Был Такой Случай Не У Меня Там В Первый Ну Давно Давно Я Был Женат И Жена Мне Рассказывала Что Еще До Прихода Меня В Дом У Ни Было Окошко Потом Я Вытеснил Окошко Но Была Кошка И Она Там Была Как То Жила У Них Она Была Так Очень Боевая И Вот Пришел Какой-то Тоже Мужик Там Не Знаю Какой-то Этот Не Знаю Слесарь Ну Или Какой-то Что-то Делал Там По Дому Пришел И Кошка Напряглась Как Подумала Что Он Хочет Обидеть Хозяйку И Прыгнула Ему На Спину И Обыдрала Ему Всю Спину Сама Так Решила Защитить Она Предположила Что Этот Мужик Он Опасный Вот То есть Четыре Кота Четыре Вида Кота Которые Можем Рассмотреть Как Модель У Каждого Каждый Из них Ну Вот Это С точки Зрения Кармы Что Вот Такое Я имею Ду Что Причинно-следственная Какая-то Связь У Каждый Из них Какая-то Была Своя Жизнь Каким-то Образом Сложилась Такой И У Них Образовалось Определенное Отношение К Жизни Ее мнение Вот этой Белой Кошки Жизнь Обошлась Справедливо Ну Как Все Хорошо Было Она Тут Лежит На Крылечке И Чувствует Какая Жизнь Хорошая Штука Во Всем Она Справедлива Во Всем Значит Распределение Равномерное Везде Происходит Значит Ресурсов Вот Все Друг Другу Гладят Все Друг Друга Обнимают Ну Все Друг Другу Брать Этот Под Вишнями В Цвету Значит Вот Мы Вот И У нее Из Этого Поведения Из Ее Видение Мир Картина Мир Такая Добрая Картина Мир Значит Второй Кот Один Обиженный Значит Он Убегает Все Время С Ним Жизнь Справедлива Явно И Он Не Доверяет И Он Не Может Получить Ресурсы Никакого Потому Что Он Не Как Он Не Использует Никаких Возможностей Он Все Время Скрывается От Возможности Он Бережет Себя И Понятно Что Он Не Виноват В Это Мы Не Можем Обвинить Эта Жизнь Так У Него Сложилась Ну И Последний Пример Этой Кошки Тоже Она Как Так Агрессия Это Как Защитная Реакция На Угрозу То Это Просто Один Убегает А второй Нападает Но В принципе Под этим Под всем В обеих случаях Страх Лежит Что Вот Сейчас Что Жизнь Страшная И Вообще-то Она Так Ну Как Это Опасная То есть Как Все 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 Предыдущие Примеры Это Про То Что Ну Вот Как Вот Так Вот И Все И Мы Такие Автоматы Которые Теперь Вот Так Действуем В силу Того Что Жизнь Такая Нас Это Прошлое Толкает Такому То Вот Настоящему Такому То Будущему И Как Я Сказал Что Обвинять Тут Их Нельзя Этих Котов Как Не Виноваты Они Как Индивидуальности Это Жизнь Так Сложилась Но С другой Стороны Можем Ли Мы Отобрать У них Ответственность За Выбор Нет Тут Получается То Что Если Я Ну Как Меню Я Как Человек Я Понимаю Что Я Такая Ты Жизнь Была Так Так То Окей Я Не Виноват В Этому Ни В Чем В Этой Справедливости Или Несправедливости В том И Сем Пятая И Ну И Что Окей А Вот Я Здесь Сейчас И Я Это Осознаю Слава Богу Что Я Могу Это Осознавать Если Я Осознаю Тогда У меня Появляется Выбор И Ответственность Окей Жизнь Такая Но Могу Ли Я Что По-другому Начать Делать Пробовать Хотя Экспериментировать Вот Тот Кот Который Экспериментировал Вот Он Кот Идущий Путем То Он Говорит Что Окей Я Не знаю Можно ему Доверять Или Нельзя В принципе Неизвестно Опыт Прошлого Мне Говорит Что В принципе Таким Вообще Доверять Нельзя Конечно По большому Но Вдруг Этот Попадется Нормальный Тогда Он Начинает Исследовать Как Пробовать Меня На вкус Пробовать Ну Как Из этого Исследования Уже Рождается Что-то Может Я Окажусь Агрессивным Маньяком И От Меня Лучше Убежать Или Атаковать Меня Тоже В ответ А Может Я Окажусь Нормальным Таким Который Может Погладить С которым Можно Повзаимодействовать Подружиться Ну И Вот Собственно Это Такой Путь Я Тогда Учился У этого Кота Он Стал Моим Учителем Учителем Жизни Учителем Такого Подхода Но Получается Что Это Мы Про себя Так Можем Получается Что Других Мы Заставить Точно Не Можем Вот Тут Парадокс А что Я мог Сделать С тем Котом Который Под машину Убежал Как Начать Проповедовать Сидеть Рядом С машиной Рассказывать Про буддийские Истины Что Рассказывать Пить Сосиску Про Путь Того Кота Третьего Как Отвечать Отвечать За Что Отвечать Вот И Если Это Если Это Получается Тогда У него Будет Желание Может Быть И чувствовать Начинать Сматриваться Вот Это Ну Как Вот Почему Люди Одни Люди Приходят Даже На Психотерапию Чтобы Исцелять Эти Внутренние Травмы А Другие Не Приходят Другие Пьют Например Алкоголь И Им Становится Только Хуже И Хуже Там Наркотики Принимают Им Становится Хуже И Хуже Что-то Они Там Неправильно себя Ведут Разрушая Так Или Иначе Себя Погружаются В Эти Истории Закрываются Ими И У У Меня Честно Говоря Нет Никакого Тут Точно Решения Поэтому Ну А что Мы Могу Ли Я Лично Что-то Предложить Таким Людям Которые Не Хотят Они Хотят Они Потому Что Они Не Видят Эту Возможность Так Больно Смотреть Внутрь Как Это Боль Полностью Перекрывает Этот Кот Он Недоступен Он Убегает Он Недоступен Даже Сосиска Ему Я Думаю Что Вряд Ли Помогла Да Сосиска Большое У меня Сомнение На Счет Он Подозревал Меня Сосиску Ты Мечу Да Вот Знаем Маши Сосиски Сейчас Подойду А ты Меня По башке Огреешь Вот Это Тотальное Недоверие И Я Не знаю Что Что Делать Ну Вот Если Мы Горим О Каких Больших Социальных Процессах Мы Можем Увидеть Что Опять Вот Я Сейчас Живу Словении И Мы Тут Какую Статистику Смотрели Словения Оказывается Последние Там Годы Она Занимает Первое Место По Как Раз Ну Вот Равенству Людей Именно Такой Социальной Справедливости Вот В мире Вообще Первое Место Такая Маленькая Страна Два Миллиона Человек Все Ну Я Не Знаю Как Они Что Считают Но Но В целом По ощущениям Что Действительно Здесь Нет Какого-то Большого Разделения Ну Вот Такого Чтобы Нищие И Какие-то Там Безмерно Богатые Люди Здесь В принципе Нонсенс Такого Невозможного Но В целом Вот Эта Общая Атмосфера Здесь Такая Ну Как Мы Все Люди С Разными Возможностями Но Как-то Нормально И Это Просто Чувствуется Переживается В опыте Везде Ходишь Смотришь На людей Чувствуешь Как-то Это Все Вот А в других Странах Заборы Я помню Меня Поразил Поразили Заборы В Южной Америке Потом В Индии Тоже Такое Видел Когда Эти Огромные Высокие Заборы Бетонные А В них Вмонтированы Эти Такие Ну В бетон Вставлены Секла Вот Эти Ну Осколки От бутылок Во многих Странах Вот В таких В Южной Америке Это Чувствуется Ну Это Как Вместо Калич Проволоки Ну Просто Оно Выглядит Очень Так Ужасно Вот Эти Осколки От бутылки Которые Торчат Вот Так Из Заборов И Понятно Зачем Они Там Торчат Причем Забор Там Может Двухметровый Перелез Через него А там Еще Эти Осколки То есть Понятно Что Это Люди Защищают Защищают Свою Территорию Сюда Никакой Потому Что Почему Они Не Идиоты Почему И вот И как с этим Быть И вот Такого Очень Много Вот И Ну И Соответственно Вот На территории Бывшего Советского Союза Не только России Это Очень Много Вот Эти Заборы 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 Все Заборы Отгородиться От других И Вот Это Недоверие И Очень Сложно Преодолевать Это Какие-то Не знаю Сколько Должно Пройти Время Какая-то Вот Это Ну Словно Опять же Карма Государств Карма Стран Карма Народов Которые Вот Очень Долго Исправляются Долгим Долгим Путем Каким-то Меняется Вот Как-то Вот Так Вот Почему Словения Такая Ну Мне кажется Здесь От размера Страны Зависит Сильно От Размера Комьюнити Потому Что Если Все Люди Видимы Ну Как-то Вот Если Люди Близко Вообще Они Знают Друг Друга Они Знают Тут Как-то И Здесь Кроме Того Что Страна Самая Маленькая Тут Еще То Что Называется Обчины То Ну Вот Город Там Это Наша Обчина И Мы Тут Сами Внутри Города Жил Там В Пиране Обчина Пирана То Мы Сами Тут Решаем Основные Свои Вопросы Мы Все Тут Друг Друг Знаем И Мы Решаем Или Дом Там Мы Жили В подъезде Мы Все Понятно Друг Друг Знаем И Постоянно Там Общались Что-то Решали Там Как Как Чего Какие Другие Отношения Там Не Нужно Заборов Ставить Мне Не Обязательно С ними С этими Людьми Сидеть За Одним Столом Все Время Но Добрососедские Отношения Установить Вполне Возможно Но Это Именно Это Знание Друг Друг Там Это Возникает Понятно Что Не Без Конфликтов Там Все Время Возникают Трения С этими Людьми Я Например Своих Соседей Регулярно Заливал Дождь Пойдет У нас Там Чем Будь И Туда И Это Надо Как-то Решать Но В любом Случа Это Знание Знание Соседа И Какое-то Знание Этих Людей А Когда Вот эта Разобщенность Она Возникает Как раз Из того Что Мы Не знаем Поэтому Вот Ну это Я так Сейчас Вот У меня Какая-то Такая Ну вот Это Как сказать Поток Поток Сознания Из меня Изливается Но вот Это Как-то Я размышляю По ходу Разговора Просто Потому что Для меня Это вопрос Можем ли мы Что-то делать Вот с людьми Которые Не 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 Хотят Или Им больно Всматриваться Вот в себя Вот этот вопрос Да Вот Боль Им больно Чувствовать И тогда Они закрываются Этими историями От этих чувств Вот И Этот человек Ну никак Он просто Вот сам У него нет Этой склонности Всматриваться В себя И вот Твое предложение Что Учить людей Чувствовать Оно Годится только Для тех Кто готов Учиться Чувствовать Кто хочет Туда Кто Кто склонен К этому Даже Если Больно Будет Вот Идти В психотерапию Это Говорит Что Почему-то Кто-то Идет В психотерапию Соглашается А кто-то Не идет Вот Это Вот Вопрос А кто Не идет И Эти Кто Не идет Это Ведь Наши Близкие Могут Часто Быть Проблема Это Не в Каких Часто Этих Людей Которых Мы Вообще Не Знаем А вот Семья Там Какие-то Наши Там Родные И вот Тут Ну Как бы Опять же Единственное Для меня Такое Средство Это Так Или Иначе Попробовать Их Как-то Пригласить В том Смысле Что Вот Есть же Ну Как бы Движение Туда И Движение Сюда И Движение Туда Вот Если Я Человек Он Что-то Говорит С Своей Историей Своими Лозунгами Например В Меня Кидается А Они Потому Что Мы Поэтому Они И И Тогда У меня Рождается Такое Значит Это Может Родить Как ты Говоришь Так Надо Его Переспорить Срочно Вот Надо Тогда Движение Вот Туда Как бы Мне Его Надо Его Историю Изменить Как-то Я В общем Что я Делаю В этом Случа Я Пытаюсь Закрыться От Его Вот Этого То есть Я Чувствую Его Историю Как Атаку На себя Я Чувствую Потому Что Оно Начинает Конфликтовать С моей Историей С моими Ценностными Основаниями И так далее С моими Чувствительностью Со всей Вот Он Атакует Меня И Мое Тогда Как бы Такое Рефлекторное Движение Это Так Ну Сейчас Я его Атакую Тоже Своей Историей Своей Я его Переубежу Я его Задавлю Там Чем-нибудь Авторитетом Или Вот Этой Чувствительностью Ты Почувствуй Ты почувствуешь Что-то Мне Почувствуй Нет Он не будет Чувствовать Потому что На него В этот момент Ты нападаешь Наседаешь И вот Там Устыдить Как-то Тебе не стыдно Там люди Гибнут Там Нет Не будет Ну Сыщем Будет Закрываться Только И вот Тут Тогда Это Чрезвычайно Сложно Вот Это Движение Обратно То есть Движение Такое Приглашающее Как Создание Какого-то Пространства Слушать В том числе Вот это Слушать Это Очень Неприятное Вот Это И Может быть Задавать Вопросы И Задавать Вопросы И Вот Это Всегда Какая-то Из Уникальности Этой Встречи Потому что Где-нибудь Он Там Чем-нибудь Скажет Такое Все равно Про Свои Переживания Все равно Про Что-то Подлинное Вот Рано Или Поздно Там Это Выйдет Вот Тут Это Можно Как-то Ухватить И Спросить Что-то Поподробнее Про Это В каком-то Смысле Нам Важно Становиться Вот Этими Психотерапевтами Потому что Психотерапевт Так Работает Он Слушает Он Слушает И В какие-то Моменты Ухватывает Что-то В этой История А вот За этой Историей Кажется Боль И Вот Тут Как-то Если Вот Тут Обратить Внимание На Само Переживание Вот Может Быть Тут Мы Можем Вернуться К Человеческому Не К Этим И Вот Тут Как С Этим Котом С Моим То есть Вот Это Ну Как Мы Встретились У У нас Есть Любопытство Так Интерес Друг Друг Так Ну Ка Обоюдное Такое И Дальше Вот Мы Начинаем Это Пляску Такой Да Как С Пока Он Что-то Делает Шаг Навстречу Там Сделался Шаг Навстречу Он Не Спешит Здесь Очень Важно Мне Кажется Если Просто Есть Задача Ну Как То С Этим Человеком Все Таки Не Терять Контакта Не Терять Отношений Ну Это Обычно С Нашими Близкими Там Родственниками Друзьями Там Ну Вот Такая Меня Сейчас Родилась История С Ну Видишь Кот Твой Вот Этот Третий Он Наверное Можно Назвать Осознан В том Смысле Что Он Не Поддавался Сразу Своим Импульсам Да Было Любопытство Любопытство Интерес Да Интерес Да А все Остальные Как раз Они Ну Первых Хотелось Удовольствия Да С радостью Сразу Давай Мне Удовольствие Потом Страх Гнев Да Ну Прямо Проявляется Они Сразу За этим Следовали А У этого Да Серединный Кот Он Может быть Это Тоже Чувствовал Но Как-то Интерес У него Подбеждал Такое Уследование Да Вот Ну Тут Видишь Мне Как-то Сразу Очень Много Чего Можно Сказать Но Вот Ты говоришь Что Людям Ну Это Понятно Людям Действительно Вообще Это Вольно Осознавать Потому Что Правда Жизнь Это У любого Человека Какого Не возьми В этом плане Страдание Довольно Универсальная Штука У кого-то Если На Псаде Это Хуже У кого-то Лучше Но В целом Каких-то Сложностей И Какой-то Внутренней Боли Наверное Практически У любого Они Есть И Ну да И вот Знаешь Это Когда мы Обучаем Осознанность Приходит Человек Допустим Он что-то Слышал Про Медитацию Про Mindfulness Ну так Слышал Вроде Интересно Вроде Интересно И он Такой Ну давай Вроде Интересно Есть Время Вот Хочу Поучиться Осознанности И Вот Мы Какую-нибудь Практику Что-нибудь Простое Наблюдение За Дыханием И Даже В этих Простых Штуках Он Запросто Совершенно Может Столкнуться С каким-то Своим Этим Внутренним Валом Мыслей Которые Он Надеялся Может быть Что-то Про Спокойствие Да Часто Да Чтобы Успокоиться Да Что-то Снимет Стресс Прям Сразу Это Какое-то Там Кайфушки Что-то Приятное Будет Ну не знаю Или что-то Такое Посыл Это Такое Хотят Чтобы Было Хорошо Никто Вот А тут Совсем Бывает Не так Ну или Не сразу Так Или Вообще По-разному Бывают Какие-то Мысли Этот вал Который Обрушивается Или Там Дыхание Начинает Перехватывать Куча Всего Происходит Вот Здесь В ТОХ Это Очень Важный Вопрос Как С этим Быть То есть И буддизм Тут еще Со своим Сосстраданием Сосстраданием Что значит Вот Жизнь Сосстрадания Все Добавляет С одной Сторону Но С другой стороны Это же на самом деле Не так Это же не в жизни Есть страдания А в жизни Есть страдания Это факт Все это знают Но есть Что-то другое И В целом Мне кажется Что через любую практику Можно находить И то и это И вот тут Вот Я думаю Что наша задача Может быть На каком-то Особенно В начале Первых этих этапах Когда человек Только начинает Прикасаться Ну Пробовать Показывать Что там есть И другое То есть Если в кармане Есть сосиска То вполне можно Ее предложить Отойти Предложить Отойти Чтобы Не видел Может быть Сосиска Видел Есть как бы Другое То есть Страдания Да Есть Но это не все Что тут есть Тут есть что-то еще И Ну вот здесь Мне кажется Конечно Засада В том Проблема Что Ну вот Буддизм Он предлагает Такую систему Любая религия Она в каком-то смысле Любая религия Да Она про то Что вот есть некий Свет в конце тоннеля То есть Он может быть Совсем где-то там В конце В каком-то Потустороннем конце Тоннеля Может быть Как-то Прямо Сеть Но Некое позитивное Там безусловно Есть То есть Да Переживание Про освобождение Да Любая религия Она про освобождение От страдания От вот этого Экзистенциального Причем Глубинного Да Конечно То есть Там это есть Вот в религиозных Контекстах И в буддизме Оно это есть Оно есть и на уровне Ну Знания Да То есть Об этом пишут книжки Вот Люди там Это переживают Как-то Достигают Ну и оно есть в опыте То есть Действительно Если Вот как-то этим Заниматься То в начале Да Можно сталкиваться Там с мыслями Все-все-все И может это будет Не очень приятно Но Где-то там Внутри этого Еще Будут какие-то Такие Вспышки Ну ясности Тишины Да Такого Действительно Видения Более широкого Более Общего Ну что-то прям Приятное В таком Приятное слово Не очень подходит Приятное уж точно Но еще и Какое-то прям Расширяющее Как-то меняется Вот Партина мира Знаешь что Мой учитель Часто говорит Что Медитация Надо как повыше Смотреть То есть Такое состояние Когда ты смотришь Не вот Не внизу смотришь На свой пол Там Все что-то Сидишь Внизу Что-то А как бы Немножко Как смотришь Повыше Ну Из высоты Как из самолета И тогда Все это по-другому Выглядит Оно Оно Все то же самое Да Самолета Мы видим Она Ну Это то же самое Шарик Но Мы как бы Видим По-другому Широко Более Расширенный Взгляд И Само Это переживание Вот такого Видения Оно Меняет Отношение Сыртно Можно Как-то С большим Состраданием С большим Пониманием Что Ну Мы все Общие У нас есть Очень общего Много Ну Это как Знаешь Это все Была Раньше Такая картинка Была В интернете Что-то Какой-то Кризис Я уж не помню В каком году Что-то там С курсом доллара Рубля Там было плохо И Была такая Картинка Из космоса То есть Наш маленький Земной шарик Он как бы Снят Из далекого Космоса То есть там Космос Маленький шарик Из этого шарика Такая Ну что Кто-то там Кричит Что-то там Курс доллара Сколько-то там Рублей Я уж не помню Ну и как бы Понятно Что когда на это Смотришь Вот из Космического Пространства То есть как все Не так воспринимается С тем когда Сидишь вот Что-нибудь Купить не можешь Из-за этого По-другому Такой взгляд Он меняет Отношения И переживание Такого взгляда На опыте Переживание Такого Видения Да Этого Более Широкого Оно Действительно Действительно Меняет Действительно Уменьшает Страдания Физически Прям Просто Можно это По-другому Пережить Ну вот Мне кажется Тут Ну как-то Понятно Что насильно Это невозможно То есть конечно Если человек В принципе Не хочет Или настолько Сильно Боится Туда смотреть Настолько Там много Каких-то Травм И Настолько Страшно Действительно Чувствовать Что Ну конечно Насильно Это невозможно Но Можно По чуть-чуть Знаешь Не так Что сразу Сейчас Давай Совсем Разберемся Вот просто Докопаемся Это страшно Конечно Можно по чуть-чуть А давай Ну А если так Попробовать А если так А вот А тут еще На самом деле Дыхание Может быть Приятно Да На самом деле Иногда Можно чувствовать Немножко Легко Не обязательно Только очень Сложно Очень тяжело Вот как-то Через это То есть через Какой-то Позитивный Аспект Который Там есть Есть он Там Ну а дальше А как быть Вот когда Действительно Когда становится Сложно Когда возникает Напряжение Ну а как с этим Быть А можно Расслабить Можно С стороны Тела Дойти Или дальше Как с эмоциями Там Как немножко С ними Развитых Действия Понимать Что Мы это Что-то Больше Не только Это И вот Как-то Так То есть Не Вот Со стороны Что Вот это Боли Вот сейчас Мы будем На нее Смотреть Ну как бы Немножко С угла Чуть-чуть Ну показывай Разные стороны Оно Действительно Они есть Разные стороны И Для кого-то Да Зайти со стороны Тела Просто Научиться Там физическая Практика Которая Приятная Ну приятная Физическая Практика Приятная Заниматься Чем-то Приятная Физическая Ну через Это Научиться Как-то Чуть Ну вот Дыхание Может быть Приятным Разобраться С чем-то Может быть Приятным Тишина Ума В конце концов Она существует Не всегда Но существует Так же точно Как существует Вал мыслей Переживания Страдания Все это Одновременно Существует Ну вот И мне кажется Ну рассказывать Об этом То есть Человек В принципе Никогда Об этом Не слышал Ну естественно У него Не придет В голову Мы этим Заниматься Если он Вообще Про это Не знает В целом Да То есть Сейчас же Ну Поэтому Я думаю Что все Вот эти Дискурсы Про травмы Про психотерапию Про техники Про Условно Здоровый образ жизни Ну все Вот это Оно как-то Работает В среднем На то Что люди Больше Про это Узнают Узнают Ну что-то Там Находят Кто-то Что-то Разное Ну и Как-то Можно Это Но тут Виф Проблема В том Что Это Все Очень Ну Одни Травмы Порождают Другие Травмы В этом Проблеме Когда Воин Нету Долго Ну или Каких-то Больших Катаклизмов Долго Нету Хотя В несколько Поколений Не знаю Сколько Надо Поколений Чтобы Это Было Лучше Вот Если То Наверное Это Конечно Проще То есть Постепенно Люди Оттаивают Постепенно Вот эти Травмы Там Поколенческие Они Как-то Так Уже Меньше Влияют На внуков И Правнуков Чем Это Было Там Прям Когда Человек Это Переживает Ну и Дальше Про чувства Говорить Проще А Конечно Когда Человек Физическое Выживание На Карте То Это Очень Сложно То Когда Есть Незакрытая Базовая Физическая Безопасность Реальная Есть Опасность В жизни То Тут Человеку Конечно Он Не До Чувствов Как раз Надо Защищаться Всями Возможными Способами И Ну Вряд ли Кто-то Будет Хотеть Особо Чувствовать Ну Те Кто Не Начали До Этого Те Те Кто Даже Сейчас Да Ну Мы Общаемся Коллегами С Украины Ну Вот Из центра Майнспот Да Там С кем-то И Они Как-то Говорят Что Им Помогает Практика Да То Если Они Это Начали До Этого У них Уже Была Привычка Это Было Знакомо То Сейчас Это Супер Кризисная Ситуация Это Помогает Хотя Казалось Наоборот То Мы Чувствуем Происходит Что-то Ужасное Вроде Как бы Должно Быть Хуже От Тоже Мы Это Чувствуем Но Реально Нет Они Говорят Что Она Помогает Это Не Так Вот Работает Не Совсем Так Если Уже Есть Привычка Но Конечно Если Привычки Нет И Тут Происходит Полная Жесть То Не Знаю Наверное Это Очень Трудно Начать В Таких Условиях Это Другой Способ Если То Что Ты Назовешь Привычкой Это Навык Собственно Это Специфического Отношения Собственно С жизнью Как таковой Со всеми Включенными В это Процессами Болезненными Или Приятными Когда мы Идем Сквозь Это Когда мы Не защищаемся От Неприятного И не Стремимся К приятному А именно Идем Сквозь Ну или Оно Сквозь Нас Идет И вот То что Сказал Про Это Взгляд Сверху Но Это же Опять же Буддийское Слово Упекка Есть Собственно Термин Упекка Упекха Упекша Там по-разному Его называют То что Переводят Часто На русский Как Равностность Но Насколько я знаю Там Этимологически Я что-то читал Каких там Эти Будологов Точно Не помню Каким там Словам Это Относится Этимология Но в целом Насколько я Помню Так вот Смысл Это относится К такому Вот Как раз Взгляд Ну Как Когда Когда у тебя Есть широкий Взгляд Вот это Как раз Если ты с горы Например Смотришь То ты видишь Больше пространства Ты можешь Видеть Это Широко Открыто Открыто Широко То есть Я на свой Язык Опыта Именно перевожу Как пространственность Пространственность То есть Вместимость То есть Когда Ну вот Я сегодня Если я смотрю На что-то Вот так вот Тут у меня Один обзор Как это Заслоняет Вот само Это чувство Само переживание Если я смотрю На чувство Ну вот заслоняет И я тогда Тогда что У меня может Цеть на рождаться Естественное желание Как-то От этого Бороться с этим Или там Как-то Убегать От этого А вот это Вот собственно Способность Увидеть широко Когда это же Оно видится Вот как-то В каком-то Пространстве Когда я вижу Не только это Но и Окружающее пространство Собственно Это Метафора Здесь Для меня Работает То есть Когда мы Возвращаемся К осознанности Как пространство Осознанности То есть Осознанность Сознание Это как пространство В котором Происходит Нечто Происходят Разные Внутренние События Чувства Переживания Где В общем-то Разделение На внутренние Внешние В итоге Все Тоже Исчезает Потому что Если Что я вижу Где я вижу Это Тоже В этом же Пространстве Сознания Компьютер Солей У меня Где Находится В пространстве Моего Восприятия Моего Переживания Там Вот И вот Навык Пространственного Переживания Она как раз Переходит Через эту Практику Осознанности И Поэтому Он может Помогать И в работе С травмами Как Бывшими Там Которые В памяти Где-то Лежат И они Там Всплывают Также И вот С текущими Трагическими Событиями Которые Прямо Сейчас Нас Травмирует Там Прямо Причинять Этот Эмоциональный Или Психологический Или Физический Травмирует У меня Появляется Возможность Как-то Пропускать Это Сквозь Но Это Как ты Говоришь Сеть Это Большая Работа Фактически С собой Вот Через Все Эти Методы И тут В первую очередь Нужно Чтобы Человек Появил Желание Но Даже Для меня Основной Сейчас Интерес Составляет Как С Людьми Которые Во-первых У них Нет Этого Навыка У них Нет Этого Желания Как ты Говоришь Кот Который Сосиску Какую Такую Сосиску Я мог бы Предложить Такому Вот Человеку И вот Тут Ну вот Опять же Для меня Это Такое Как раз Создание Пространства Как шанс Опять же Потому что Даже если Я предложу Эту сосиску Коту И уйду Там В сторонку И спрячусь Где-нибудь В засаде Или вообще Даже уйду Не факт Что он К ней подойдет Он может И вообще Будет подозревать Что сосиска Отравленная И что вообще Лучше Вообще Не подходить Тоже Возможно Такое А вот И поэтому Никакое Тут решение Не является Никаким Стопроцентным Работающим Но как возможность Как шанс Вот для меня Как раз Это Если у человека Нет Навыка Пространственного Переживания Внутреннего Тогда мне Нужно Постараться Создать Это пространство Из себя В том Стоит Что как раз То что делает Психотерапевт Который Слушает Человека Он создает Своё пространство Своей вместимости Для того Чтобы человек Мог бы Туда Выложить Себя Точно так же По тому же Принципу Не точно так же По тому же Принципу Вот если я Начинаю Слушать Человека Слушать Как по-настоящему Слушать Не для того Чтобы его Опять же Быстренько Атаковать Его историю А чтобы Эта история Как бы Падала В меня Это бывает Сложно Очень У меня Просто были Такие случаи Когда человек Вот что-то Он там Гонит Гонит Вот своё Потому что Вот он Он боится И он туда Уходит 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 И она Как бы Стащается Эта история А я Продолжаю И вот У меня Было Несколько раз Такое Когда человек Доходил До какой-то Своей Подлинности Вот Из всей Эти защиты Как бы Падали Из этих Историй Он доходил До какой-то Своей Подлинности И ну Вот Я говорю Что пара История Которые Меня Прямо Сейчас Просто Начинал Плакать Вот Потому что Он начинал Наконец Чувствовать И вот Там Начиналось Что-то Настоящее Там Он Открывался Там Можно Разговаривать На каком-то Уровне Быть Истинным Но Когда Его История Истащилась Но Как Она Истащилась Я ее Как бы В себя Смог Впитать Опять Это Произошло Вот Я говорю Что эти Две История Сейчас Меня Вспоминается Но Как бы Это Достаточно Уникальные Были Ситуации В том Что Они Опять Не гарантированно Что Это Нельзя Сделать Таким Алгоритмом Ну Давайте Я Сейчас Теперь Буду Со всеми Вот Так Вот Делать Не Получится Но Шанс Появляется Если Я Могу Сам Из себя Создавать Такое Пространство Восприятие Да Видит Тут Супер Важно Получается Что Твое Состояние То То Всех Кто Как То Я Вот Это Очень Например Таких Серьезных Очень Сильно Зависит То Человека Действительно Есть Вот этот Контакт Ну С пространством С пустотой Там Хочем Назвать И он Это Сам Чувствует И Это Значит Что Он В данный Момент Не Захвачен Злостью Она Может Есть Но При Этом Он Как Часть Да Он При этом Осознает Что Это Просто Есть Часть Но Он Это Что Боль И Тогда Действительно Это Возможно Тогда Действительно Вот Рядом С ним Просто Чувствуешь Что Ну Да Это Как-то По-другому Есть Какая-то Мудрость Это Мудрость А дальше Хочется То есть Тут Пример Людей Он Очень Важный Мне Кажется Как Не знаю Как Люди Приходят К Практикам Каким Мне Кажется Это Пример Человека То есть Они Просто Встречают Встречают Случайно Судьба Карма Встречают Человека И этот Человек Он Какой-то Такой Что Им Хочется Как-то Рядом Быть Им Хочется Слушать Им Хочется Что-то Такое Делать То Что Они Что-то Чувствуют В нем Это Не Всегда Даже Словами Это Можно Выразить Просто Чувствуется И Это Тоже На Уровне Ума А Когда Действительно Это В человеке В его Поведении В его Просто Энергии Которые Как-то Невербально Чувствуют Когда Ты Видишь Это Чувствуешь Какую-то Мудрость Хочется Что-то Так Но Для этого Этот Человек Должен Будет Сам В таком Состоянии Уметь В него Либо Попадать Либо Всегда Быть Так Что-то Как У кого Получается Но Здесь Это Наша С Тобой С С Тобой Мировая Ужасная Опять Если Мы Будем Полностью В этом Как-то Только В этом В этом Страдании В этом Невозможность Это Вместить В Каком-то Этому Ужасе В Отторжении Что-то Ужасное Как Что-то Я Ничего Делать Не Могу Но Если Я Полностью В Переживание Уйду То Никому Я Помочь Точно Не Смогу Хуже Только Будет Это Точно Первый Там Месяц Накрывало Сильно И Ничего Лучше Становится Близким Людям Хуже Становится Потому что Я не Говорю Я Просто Внутри Переживаю Ничего Не Говорю Ни С кем Не Спорю Но Я Просто Внутри Это Страдание Меня Захватывает И Тогда Люди С Которые Со Мной Общаются Или Даже Не Общаются Живут Рядом Это Чувствуют Это Невозможно Не Невербально Это Чувствуют И Тоже Чувствуют Подавленность Чувствуют Страдание Чувствуют Боль Просто Ничего Не Говорить Получается Что Ответственность Моя В том Чтобы Все Так Состояние Своё Менять Несмотря На Происходящую Историю Несмотря На Моё Отношение Несмотря На Все Это Несмотря На Эти волны Отторжения Которые Возникают И Возникают И Возникают Моя Ответственность В том Чтобы Как-то С помощью Практик Хорошо У нас Есть Инструмент Есть Как-то Путь С помощью Этого Как-то Все-таки Это Менять Раздвигать В себе Как ты Говоришь Очень Хорошо Раздвигать Это пространство Внутри Себа Чтобы Там Было Что-то Еще Возможность Видеть Что-то Еще Видеть Чуть По-другому Чуть Не так Совсем Только В соприкосновении С болью Там Есть Что-то Еще И Тогда Ну Соответственно Если Мы Просто Даже Общаемся Имея Вот Это Своё Состояние Такое Просто Общаясь С людьми Чуть Даже Не Специально Но Просто Чуть Можно Тоже Это Немножко Поменять Чуть Полегче Чуть Полегче Дышать Я Это Вижу На примере Своего Учителя Мне кажется Это Ну Люди Которые Что-то Практикуют Да Это Какая-то Их Так Создавать Это Пространство Ну Ты тоже Называешь Свои встречи Пространство Где Можно Дышать Что-то Такое Действительно Потому Что Если Просто Уйти В Отрицание Просто Уйти В Боль Просто Уйти В Страдание То Оно И Будет Распространяться Вот Такое Вот Эти Мои Утренние Встречи Они Как бы Я тоже Вижу Как Люди Понятно Что Там У нас Нет Идеологических Споров Потому Что Туда Уже Люди Приходят Как На какой-то Единой Основе Но Все равно Они Много Приносят Боли Своей Внутренней И Особенно Сейчас Как-то Все Более-менее Адаптировались Так Как Тоже К Ситуации А вот Когда В начале Так Много Шок Шока Было Ну И Там Просто Даже Вот Те Кто Сейчас Ко Мне Приходят Они Украинцы Например Которые Приходят Они Уже Более-менее Безопасных Относительно А до Этого Когда Начинали Там Известные У нас Этот Подкаст С ней Выкладывал Галина Она Была Там Когда В Чернигове Например Там Там Было Все Хуже И Хуже И Эта опасность Все Нарастает Нарастает И Мы Вот Так Встречаемся В смысле Группа Вся Мы Все В разных Условиях И Но За счет Вот Общего Пространства Что Можно Сказать Можно Выразить Там Переживание Можно Выразить Чувства Но Как будто Там Как-то Размещается Или Там Еще Один Есть Человек У нас Он В Москве Наоборот Он Все Время Внутренне Как-то Решает Дилемму Как ему Быть Вот С этими С буквами З Этими Которые Он встречает Как ему Быть С этими Людьми Которые Значит За войну И опять Там Нет Решения Вот Взять Сейчас Вот с этим Будем Вот так Вот с ними Да Вот То есть Там Остается Этот вопрос А как Как Но Он Его Выкладывает В эту Группу Свою Боль Выкладывает И За счет Этого Разделения Что Его Слышат Что Да Вот так Вот Мы Все С этим Не знаем Как Быть С этим Как С общим Явлением Да Ну Вот Это Становится Частью Общего Пространства И Это Само По Себе Что-то Сеть На Меня Это Как Будто Ну Вот Оно Вот Это Его Уже Боль Какая Это Его Уже Внутренний Дилем Она Как Бы Вот Она Становится Видимой Но Но В общем Вот Этом Пространстве И ему Как-то Становится Этим Легче Самим Собой Он Перестает Цепляться Перестает Перекрывать Все Остальное Перестает Перекрывать Ему Дыхание Вот Поэтому Ну Для меня Это Тоже Сейчас Такое Решение Это Именно Может Быть Это Если Говорить Какой-то Универсальность Это Создание Пространств В любом Смысле Это Внутреннее Пространство Расширение Его Это Пространство Между Людьми Там Групп Каких-то Не знаю Там Сообществ Это Пространство Диалога Вот Там Двух Человек Ну Вот И Можно Продолжать Это Любые Любое Пространство Увеличивать Пространство Моей Жизни Где Они Эти Пространства Наверное Для меня Это Такое Сейчас Основа Ну Получается Что это В принципе Основа Вся Этой Практики Буддист Как я Это Вижу Так Вот Большему Счету Но И Прямо Сейчас Это Очень Такое Насущное Чтобы Жизнь Там Могла Разместиться В Пространстве Практиче Там Течь Как Она Есть Да Похоже Что Да Что Такое Сущностное Среди Важное То Что Противостоит Разделению Объединение В таких Ситуациях Сейчас Кажется Что наоборот Кажется Что наоборот Такая ситуация Она Очень разделяет Очень разделяет Путей Очень разделяет Все Да Но Может быть Как раз И это Самое Хорошее Время Для того Чтобы Несмотря На это Вношное Такое Разделение Все-таки Как-то Как-то Пытаться Все Сделать Возможным Разделять В смысле Разделять Наоборот В хорошем Смысле Разделять Чувства Разделять Мысли Несмотря На Противоречия Даже И Находить Возможность Да Все Это Все Это Жить Дальше Все Это Как-то Объединяем Не Отворачиваясь Это Тоже Не Такая Эта История Что Просто Будем Дальше Как-то Ничего Не Присходит Так Тоже Не Получно Возможно Вроде Как И Не Отворачиваясь Но И Не Поглощаясь Вот Этим Совсем Оставляю Оставляю Это Место Сдавая Это Место Да Мне Кажется Такой Хороший Цвет Это Вот Месть Тут Я Ну Я Будем Завершить Тогда На Этой Ноте Но Я Просто Хотел Сказать Еще Что Как раз Я Замечаю Что Противоположная Тенденция К такому Замыканию Вот У некоторых Людей Я вижу Сейчас Ну Потому Что Настолько Больно В том числе Входить В контакт Больно Получается Что Как бы Вот Страх Что Сейчас Мне Будет Больно От Того Что Я Даже Просто Поговорю С Кем То И Не И Тогда Получается Что Человек Там Закрывается Сам В себе Вот Это Уходит Вообще Из Сего Там И Соц Сетей Сейчас Люди Многие Там Как-то Ушли Как-то Вот Они И Из Общения Какого-то Или Очень Его Ограничивали Мне Кажется Это Ну Понятно Что Это Как Такой Как То Что Назовется Копинг В английском Копинг То есть Ситуация Когда Человек Просто Справляется Это Его Способ Справиться Но Мне Кажется Важно В этом Точно Не Застревать Если Это На Какое-то Время Там Может быть Важно Там Закрыться От Сего Уйти В Это Какое-то Такое Уединение То Надолго В этом Застрять Вот Сейчас Нынешняя Ситуация Это Не Выход Точно Потому Что И Скорее Важно Как Это Возвращаться Какой-то Мне Кажется Пространственности Дальше Собственно Опять Объединяться С кем-то Находить Способы Разделения Как Чувствия Именно Разделения Переживаний Контакта И Вот Именно В Каких-то Своих Пространствах Окей Спасибо Тебе За Разделение Нашего Пространства И Что Мы С Тобой Продолжаем Этот Диалог Мне Как-то Важно С Тобой Встречаться Спасибо Тебе Балер Да Мне Тоже Что-то Что-то Рождается Внутри Как Кажется Что Такие Мысли Чувства Они Сутки Да В Диалоге В Разговорах Они Как-то Устраивают Что-то Новое Возникает Спасибо Большое Спасибо Ладно Обнимаю Тебя Пока Спасибо Пока Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует